Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в совещании, которое прошло в Оренбурге под председательством полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Совет округа обсуждал вопрос о развитии системы среднего профессионального образования. Сегодня во всех регионах округа насчитывается около 900 организаций профессионального образования. В них обучается свыше полумиллиона человек. Большинство будущие специалисты и лишь 120 тысяч выбрали себе рабочие профессии. Между тем, промышленным предприятиям нужны именно они. На устранение дисбаланса направлены все усилия, нормативные и законодательные акты, предусматривающие систему мер, включая и популяризацию рабочих профессий среди абитуриентов, и стимулирование педагогического труда, и модернизацию лабораторного оборудования, и самого процесса обучения. Есть целый набор подвижек, которые, может быть, нельзя их пока назвать системными, но которые создают контуры формирования новой системы профессионального образования, так как за последние 20 с лишним лет она, по сути дела, была разрушена. У каждого региона свой опыт решения проблем профессионального образования. Чувашия была отмечена как регион, где наиболее успешно и эффективно проводится работа по созданию ресурсных центров и наиболее высокий процент участия работодателей в подготовке образовательных программ учебных заведений. Также Чувашия вошла в тройку регионов-лидеров, полностью выполнивших обязательства по повышению заработной платы педагогам и мастерам производственного обучения. В последние годы со стороны бюджета деньги выделяли, работодатели подключились. Вкладываем средства для того, чтобы готовить способных, квалифицированных специалистов, которые после получения документа об образовании могли идти на производство и начинать сразу работать, выдавать продукт труда, производить товар. Только в 2014 году на развитие системы профессионального образования из бюджета республики будет направлено 38 миллионов рублей. Финансовая поддержка ведущих работодателей составит 86,5 миллионов. Общий объем финансирования региональной программы развития профобразования на год более 156 миллионов рублей. Участники совета обсудили и вопросы о сроках обучения в средних профессиональных образовательных учреждениях, единогласно сойдясь во мнении, что его надо увеличить с 2,5 лет до 2 лет 10 месяцев. Такие требования продиктованы экономическими интересами. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Оренбург, Республика.